Приветствую всех на канале СветрэбитАрт. Меня зовут Юля Зайка и сегодняшнее мое видео будет посвящено Инктоберу. На дворе середина месяца октября и все сейчас активно участвуют в октябрьском челлендже, который называется Инктобер. Несколько лет я пыталась участвовать в этом челлендже. Пару раз начинала, рисовала буквально 6 или 7 иллюстраций и на больше меня не хватало, потому что я начинала, честно говоря, очень уходить в детали, пытаться каждый рисунок сделать шедевром искусства. И ожидаемо из этого ничего хорошего не выходило, я выгорала и никак не могла пройти этот челлендж до конца. Все эти попытки не прошли для меня даром. В этом году я не участвую в Инктобере, просто у меня нет на это ни времени, ни сил, ни, собственно говоря, желания. Но, несмотря на это, мне все равно есть, что вам показать. В прошлом, в 2019 году, я решила отойти от своих вот этих вот странных попыток нарисовать буквально детальную картину каждому дню октября. Просто взяла в руки тушь, черную кисточку, воду, выбрала для себя персонажей, которых буду рисовать каждый день. И у меня все получилось. В прошлом году я зарисовала все 31 день Инктобера. И сейчас, спустя год, я хочу показать вам эти картинки, потому что мне они очень понравились. Я их публиковала только в своем паблике ВКонтакте. Пыталась выкладывать в Инстаграм, но что-то там мне не понравилось. Очень много места они занимали, и я их в итоге удалила. Так что, пускай эти замечательные картинки с интересными персонажами останутся не только ВКонтакте, но еще и на Ютубе. А темой, которую я выбрала в прошлом году, стали хомяки. Обычные пушистые домашние любимцы. Не знаю, как вы, но я очень хорошо отношусь к хомякам, и поэтому данные персонажи давались мне без труда. Я буквально была готова выдавать их пачками. Весь прошлый Инктобер я рисовала вот в таком вот интересном скетчбуке с твердой обложкой. Этот скетчбук мне достался из рассылки от Palette Full Pack. В нем, на самом деле, акварельная бумага. Он очень прикольный. И как раз сгодился мне для Инктобера. Здесь вот такой был заглавный лист. Был. А потом я на него пролила воду. Ну, в общем, понятно. Инктобер. Хамстер. 2019. И первая иллюстрация, которая нас встречает. День первый. Кольцо. Вот такой вот хомяк. В кольце. Ну, на самом деле, это колесо для бега. Вот он бежит. Это что ли вата или какой-то наполнитель для клетки. Я не знаю. В общем, он такой толстенький и бежит по этом кольце. Второй день назывался Безумный. И вот такой хомяк, немножко сумасшедший у меня нарисован. Зовут его, судя по всему, Хома. Он тут нагрызть себе опилков. Яблоки какие-то валяются. Он весь взорванный, лохматый и с явными признаками психического расстройства на лице. Третий день назывался Наживка. И я нарисовала человека, точнее, человеческую руку в качестве наживки для злобного хомяка. Кто-то, наверное, полез к нему в клетку, когда он был в плохом расположении духа. И он, конечно же, цапнул. И день четвертый. Оцепенение или замерзший. Я нарисовала вот такого толстого хомяка. Смотрите, какой он огромный. Занял весь холодильник. Он залез туда, замерз. Ему холодно, но он все равно продолжает жевать сэндвич. И у него вон там еще целые запасы. Закрома. И дальше у нас день пятый. Называется строение или строить. Или здание, кто как переводит. В общем, вот такой вот хомяк в домике из ваты. Значит, в моей интерпретации это все-таки строение, которое построил хомяк. Домик из ваты. Там даже труба с дымом. А вот сам хомяк явно дрыхнет в вате. И, наверное, пахнет заспанным хомяком. И день шестой. Это хриплый. Я нарисовала вот такую вот хомочку. Завернутого в шарфы. Или в один большой шарф. Но все равно все его мыслишки только о морожене. Из-за которого он, судя по всему, и простыл, заболел. И охрип. И день седьмой. Очарованный. Здесь хомяк. Может быть, не совсем понятно, но он полез в банку с витаминками или с какими-то вкусняшками. Он настолько очарован этим лакомством, что готов вот так вот торчать кверху попой из этой банки. Лишь бы добраться до сладостей. И захомячить все разом. И день восьмой. Хрупкий. Ну, тут, конечно же, сразу видно, что это маленький хомячонок новорожденный. Он еще такой маленький, беззащитный и совсем хрупкий. И день девятый. Качели. Вот такой вот хомяк на качелях куда-то летит и зажмурился весь. Раскачивается. Так раскачивается, что, по-моему, гляди, куда-нибудь улетит. Вот забавный хомячок. У него так уши назад с чубчиком улетели от ветра. Дальше у нас день десять. Называется узор. Не знаю, почему я придумала именно дорожки из хомячиных следов. Ну, просто хомяка в татуировках рисовать было бы, наверное, сложно. Но, по-моему, они очень забавные. Вот этот вот дрыхнет. Этот куда-то бежит. Этот смотрит наверх. Этот тоже куда-то бежит, а этот просто в отрубоне на спине. Он даже никуда и не пытался рыпаться. Но, тем не менее, все они наследили целый узор. День одиннадцать. Снег. Здесь такая девочка-хомячиха в образе японки на фоне бонсаев. Идет снег. И она в национальной японской одежде с зонтиком вышла погулять. День двенадцать. Дракон. На самом деле это не дракон на палочке. Ну, не в буквальном смысле. Это леденец в виде дракона. Такие делают в Китае. Продают на праздниках. Там мастера целые работают. Очень красиво из карамели. Вот эту вот форму дракона рисуют. И получаются такие вот конфетки на палочке. Собственно, такой леденец в форме дракона и перепал вот этому толстому хоме. День тринадцать. Называется пепел. И здесь у меня такой буддистский хомяк. Он где-то молится или медитирует. Вот этот вот хвостик. Не думайте. Лапки у него вот здесь. Вот. Раз и два. А это передние лапки. И пепел в данном случае от благовоний, которые окуривают хомяка. День четырнадцать. Переросток. Ну, здесь, я думаю, и так все понятно, кто у кого перерос. Как бы нормальный хомяк и переросток. С большими такими щеками. Но пипочка на попе все равно маленькая. Такой вот большой хомяк. Пятнадцатый день. Легенда. И здесь опять тема Японии. Не знаю, почему-то хомяки и Япония как-то у меня перекликаются почему-то. В общем, это какой-то хомтара. Легендарный воин с катаной в одежде деревенского самурая. На фоне офигевшая лошадь и овечка. Ну, и сразу становится понятно, что это какой-то хомяк. Народный герой, народная легенда. Вот такой вот крутой хомячара. И день шестнадцатый. Дикий. Тут дикий хомяк в зарослях тростника. Готовится напасть на любого, кто зайдет на его территорию. Вот такой вот дикий, взъерошенный, нечесанный, не мытый хомяк. Самый натуральный дикарь среди хомяков. День семнадцать. Орнамент. Это, конечно, было сложно после узора придумать орнамент. Потому что, по сути, это может быть одно и то же. Пришлось вот поизощряться и придумать такие вот неровности на арбузе и дырки, прогрызанные хомяками. Вот тут чья-то попа висит. Кто-то такого легся поеданием арбуза. Вот еще толстенький. Хорошие они, на самом деле, милые хомячат. И день восемнадцать называется неподходящий. Тут хомяк сидит на куче своих построек из ваты и перебирает семечки, которые лежат у него в клетке. Вот одну он выбросил, как и множество предыдущих семечек, потому что они ему чем-то не подошли. И рассматриваю сейчас вот эту, чтобы понять, подходит она ему или она тоже неподходящая. И день девятнадцать. Называется повязка. И здесь такой хомяк Рэмбо повязки. Было бы, конечно, прикольно, если бы она была красного цвета, но так тоже неплохо. Все-таки инктобер черно-белый. В общем, вот такой вот хомяк с луком. Хомяк Рэмбо. Дальше у нас день двадцать, который называется походка. Честно говоря, было сложно что-то придумать. И поэтому я придумала вот такую вот милую хомячиху с цветочком. Она вот так вот виляет попкой, идет среди ваты. Тоже в своем домике или в клетке в хомячиной. И оставляет вот такие вот интересные следы за собой. Вот такая вот у нее интересная походка. И день двадцать первый сокровище. Хомяк в кучке кукурузных зерен нашел одно золотое. И просто обалдел от такой удачи. Это явно сокровище. Может быть оно не буквально золотое, но какое-то особенное. Может быть супер вкусное зерно. И для хомяка это целое сокровище. День двадцать два. Призрак. Здесь хомяк увидел призрака хомяка. Ну на самом деле я думаю это просто хомяк в простыне, который пугает другого хомяка. У которого вся шерсть стала дэйбом. И уж тоже он вообще стал, по-моему, больше на кота похож. Но это все от страха. День двадцать три. Древний. И тут такой хомячиный фараон. Это настенная живопись. В виде всяких фруктов и вкусняшек. И ягод. День двадцать четыре. Голова кружительный. Это видимо тот же хомяк, который был в первые дни. И бежал в колесе. Он наверное споткнулся и полетел. И голова закружилась. Но ничего, с ним все будет нормально. Он приземлится и выживет. День двадцать пять. Вкусный. Вот такие два хомячка, пытающиеся друг у друга урвать вкусную вишню. Мне почему-то кажется, что вот этот успеет первым ее слопать. И день двадцать шестой. Называется темный. Это тоже хомячиный домик из ваты. Там сидит хомяк в норе в своей. И там темно в норе. Видны только одни глаза. День двадцать семь. Пальто. Ну тут все понятно. Просто хомяк в таком интересном пальто. Нет, он не экспиционист. Просто хомяк в пальто. Ничего лишнего. И день двадцать восемь. Называется поездка. Это такой прогулочный хомячиный шар. И хомяк в нем катится на волю. Ну или по крайней мере навстречу приключениям. День двадцать девять. Обиженный. Это вообще. По-моему очень милый хомяк. Ну просто на него глядя хочется самой расплакаться. Честно, не так, что платочек этот держит в лапках маленьких своих. И слезки стекают по его пухлым щекам. Очарование само, согласитесь. Такой вот обалденный хомяк. Обиженный на весь мир. И день тридцатый. Улов. Хомяки поймали кота. Или кошку. Не знаю. Ну в общем, тот кто потолще тащит добычу. Тот кто поменьше сидит сверху и показывает куда собственно эту добычу, точнее улов, тащить. Кошка довольно смешная, по-моему, на мой взгляд. Хотя ее немного жалко. И день тридцать первый. И спелый. Ну, конечно же, это тыква. Хэллоуинская тыква. Все-таки 31 октября. И это инктобер. Поэтому спелой здесь может быть только тыква. В которой хомячата прогрызли вот такой вот интересный хэллоуинский узор. И на этом, пожалуй, все, что я хотела вам рассказать и показать о своем прошлогоднем инктобере. Хомяки, конечно, рулят. Мне они очень понравились. Вообще было очень интересно их рисовать. Придумывать всякие вот такие вот комичные ситуации. Как вот с этим вот сокровищем там, например. Или полетом из колеса. Да и вообще все хомяки, на мой взгляд, очень удались в этом инктобере. Может быть, я еще как-нибудь соберусь, поучаствую. Продолжу тему хомяков. Или морских свинок нарисую. Или еще кого-нибудь. Посмотрим. Но все эксперименты, как говорится, уже не в этом году. И, конечно же, по традиции подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до встречи в моих новых роликах. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok